Всем здарова ребят, продолжаем смотреть турнир зеркальный FFA и я не горжусь сегодняшним роликом и тем который будет завтра и тем который будет послезавтра. Сегодня у нас синие горы. Играет призыв и мип на первой секции. Вот вам котик от подписчика. Злой кстати такой, но красивый. Оба работяги побежали сюда. Они хотят быстрее захватить старт с копейщиков. А тут что? Призыв более медленный билд. Тоже копейщики. Я очень сильно медлен, ребята. Не подумали ребята как как играть за такую прекрасную фракцию в зеркалах? А я вот подумал. Кстати, но это не важно. ТЕХ. И че дальше? Мип высадился. Ну у противника обзоры. Что же делать? Убивать тролля или сносить шахту? Может быть надо было сносить шахту, но копейщики не очень быстро ее сносят. И теперь начнется конкуренция. А призыв кажется решил все-таки снести шахту, чтобы не было подкреплений. Он делает мечников, что уже более логично в начале. Но мип работает над троллем. Может быть рабочего послать строить вот здесь что-либо? Он успел высадить? А окей, значит вот она в чем плохая идея была. Если бы мип убил шахту в начале, он бы не успел ее снести. И в итоге призыв сейчас потерял почти весь отряд копейщиков. И мип еще и забрал деньги. Шикарный старт для мипа и не шикарный старт для призыва. Призыву все-таки удается снести шахту. Но у мипа должно быть преимущество здесь. Что мы в принципе и видим. Или я путаю. Погодите-ка. Нет, чьи коцаны. А это у призыва небольшое преимущество. Я бы на месте мипа сражался, потому что у него фуловый отряд копейщиков, а здесь огрызки. То есть он бы вместе с мечниками потащил бы этих ребят. Они вообще не мечники, а топорщики. Но мы не будем об этом. Призрак отвлекся и мип еще и получает возможность захватить Иван Кост. Добавляется копия здесь и призыву надо бы идти сюда, по идее. Но он сейчас будет пытаться... А, сносить, видимо. Я хотел сказать сражаться за Алан Кост, но нет. Он решил пойти по пути разрушения. Мип забирает варгов и скоро у него будут дейлы. А здесь попытка криппинга еще может быть. Но вражеские войска тут очень близко бегают и кажется, что мип чувствует себя не совсем комфортно. Призрак убивает одного бедного гномика. Еще больше мечников добавляет в призыв. А мип решил, что не стоит париться и можно попробовать закрепить гоблинов. Они легкие, они как дети. Они ничего не сделают. Поэтому, знаете, детей убить намного удобнее, чем взрослых. Потому что они сдачи ему дают. Вот и здесь то же самое. Он их убил, ограбил и... 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 и получил 200 монет. Нет, не получил. Получил все-таки получил. Также он захватил таверну. Что-то как-то призыв. Плоховато играет за гномов. Неправильно выразился. Я имею ввиду этот мачо. Плоховато играет. Что-то не уверенно. Не знает, что делать. Он сейчас будет восстанавливать огрызки. Он начал наконец-то накрепиться. А с другой стороны, мип что-то как-то тоже не особо. Почему Дейлов нет до сих пор? Что ты делаешь? Давайте посмотрим на него. А-а-а-а. Ничего себе. Вот это неожиданно. Но это может сработать. Лады. Но я бы на его месте, конечно, с Дейлов стартовал, чтобы побыстрее массу накопить. Он хочет прокачку получить, видимо, героя. Призыв забирает 30 копеек. Мог бы забрать все 500, если бы... Раньше начал. То есть, если бы он здесь не сносил аванпост, а ставил просто отряд мечников, подождал бы, пока мип до захватит. Если вы помните тот момент. Отправил бы на перехват и здесь бы пошел в крип. Вот. Мип был занят. Он бы не мог конкурировать за него. Ну, ладно. Зато теперь у мипа огромное преимущество. Потому что, ну, гномам невозможно вначале снести барда. Просто нечем. Они его не догонят. Дальнобойного сильного, кроме барда, ничего нет. Но призыв своего барда построил. Мип, правда, уперся в отряд дейлов и покоцал их слегка. Пытается перехватить, чтобы замедлить противника. У призыва уже два отряда дейлов. И практически то же самое у мипа. Кажется, что его тактика не сработала. Призыв быстренько восстановил силы и перехватывает аппарат на лампост. Погоди, мип заказал... Мип заказал отряд Лука Ридейла. Не важно уже. Не, ну это как-то слишком нагло. Они бы не выжили, если бы даже успели построиться. А, кстати, бард мипа второго левела, он чутка сильнее. Но самую-самую малость. Ну, смотрим. Ну, мне кажется, что у призыва чуть-чуть преимущество. Хотя... Ну, у него как минимум быстрее дейлы будут. Может, это преимущество и не сработает. Зато мип умный. Умный, смотрите, он забирает призрака. Сейчас скрип заберет. То есть лишние бабосы, лишний опыт. У него будет лидерка быстрее. Да, тут, ну, как бы небольшой баг. Видите, лидерка светится, но она с третьего левела только. Вот. А лидерка это уже гигантское преимущество противникам. Он повозку добавил. Так, тут у него небольшая ошибочка. Ему нужен отряд мечников, чтобы не тратить кучу времени на снос вот этих шахт. Просто мечников заныкать себе, вот, например, вот здесь. И они бы сносили. А армия бы крип забирала и на готове была бы. Но, в любом случае, он особо ничего не потерял. Повозка с флагом. То есть лидерка номер два. И это пятьдесят пятьдесят. Правильно? А тут не показано. Ну, да. Пятьдесят пятьдесят. Плюс набор опыта еще. То есть кольцы лидерка. Призыв догнал по прокачке, но не совсем. То есть очень-очень скоро будет третий левел. Повозка поехала. И причем удачно. Очень хорошо. Бочонок бросил. Да, он потеряет, скорее всего, свой флаг. Но, тем не менее, призыв просто в нули, но разбит. Это чье мип недоконтролил своего рабочего. Но... Жесть. Я удивлен. Мип до этого матчи слабовато играл, но этот прям вцепился зубами в гномов и тащит. Почти все, что он делает лучше, чем то, что делает призыв. Я имею в виду в плане тактик. Ну, мне только не нравится ранний бард, но, как видите, это окупилось. У него лидерка раньше. То есть даже если бы я сейчас не потерял призыв эту бачку, у мипа все равно было бы преимущество. Добавил повозку, тоже добавил повозку. И да, 25-25 плюс набор опыта. Вот, у него аванпост будет, и он взял выдержку. Хорошая идея. Но, смотрите, тут такой момент. Можно было бы взять деньги, ну то есть сокровища, чтобы выйти в мавзолей Турина. Большинство игроков, включая меня, не любят кольцевика гномов, потому что он в этом режиме как бы не дает вам того, что нужно для победы, для доминирования над другими фракциями. Но, так как это зеркала, все меняется. И как бы Дурин очень хорош. Но даже если вы не будете строить Дурина, вы можете построить ветеранов. Не стоит недооценивать ветеранов. Одна из самых имбовых героек в игре. Некоторые используют ее только ради подкрыса, но это неправильно. Ветераны в бою могут нанести огромный импакт. И при этом они еще и как бы крепость снесут. Ну то есть логично. То есть вы в бою можете задоминировать вашего оппонента. Так еще и потом крепо ему быстро пронести. А у мипа позиция плохая. Ему как раз нужно об этом задуматься. Задумайся. Но он задумался насчет Котопульт. Но в таком случае ему нужно снова прям жестко-жестко пронести противника. Так призыв готовится бросать бочонок. И ох! Мип пытался при помощи выдержки пережить. И кстати он пережил это дело. У него есть фонтан. И у него есть бочонок с Котопульты. Так что призыв будет чувствовать себя не очень приятно сейчас. Есть залив опыта. Очень важно залить его в лукарей и добавлять лукарей. Мип копит деньги на что-то. Я полагаю что это будет Торин. Так как Торин даст мародерку и лидерку на лукарей. Опять таки я не могу утверждать на 100%. Но я почти что уверен что это так. В общем у Торина есть баг. Его лидерка которая должна быть на 10 левеле. Которая 75% урона дает. Она сразу работает. Мне так говорили. И я склонен в это верить. Поэтому Торин очень жесткий герой. Под дейлов разумеется. То есть благодаря прокачке. Благодаря двум лидеркам. Отсюда и отсюда. И плюс Торину. И плюс огненным стрелам. Дейлы будут разбивать лица всему живому что есть в игре. Это поехал мотоцикл. Без негатива. Надеюсь за углом он упадет. Так. Это что такое. Призыв высадился. О умно умно. Забрал на халяву. Катапульту. Потерял конечно своих пацанов. Но это не важно. Катапульта это проблема. Ему нужно хотя бы оттянуть время. Мип стрельнул бочонком с катапульты. Весьма успешно. И что же дальше. У него сейчас будет третий тир. А тем временем призыв. А призыв же брал шахту. Ага. То есть он очень сильно проигрывает. Он может взять Дейлов разве что. Ну или выдержку. Мип все еще выигрывает. Но в этом размене он много чего потерял. Но у него появился Торин. Ну-ка погодите-ка. Где тут написано. Да. Вот это вот. Вот это 75. Надо это пофиксить. Это слишком жестко. Все. Мип работает. Все. Теперь у него боссы капают. Призвал Гэндальфа. Даже несмотря на то что Гэндальф неудачно был призван. Призыв вынужден отступать. И это похоже на поражение призыва. Ну. Ему никак не победить эту армию уже. Она больше чем у него. И там саппорт лучше. Так что. Такие дела. Попытка убить Барда. Ультит. Минус. Теперь то никакой лидерки не будет. И все. Призыв вынужден страдать. У Мипа остается минута 40 секунд. Ну я думаю он успеет. Призываются Дейлы. Можно даже не уходить. Он их убьет. Рабочий чинит. Начал шишки бросать. Так давайте посмотрим на Мипа. Так. Повозочка поехала. Давить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну. Смог все таки задефать ее. Так. Хочет Визард Бласт проюзать. И последний выстрел. Ок. Ну. Радость призыва в том. Погодите. А это он заныкался. Радость призыва в том. Что Гному очень легко кочевать. Потому что вы можете там на одном конце карты поставить шахту. Еще одну шахту на другом конце карты. И высаживать рабочего. И постоянно подстраивать здание. Если у вас будут деньги. Он готовится через стену перебежать. Да, походу мип не успевает его пронести. Так что мы сейчас будем паузить. 11 секунд. Все, барьер разрушен, он побежал. Поэтому смотрим другую секцию. А в секции номер 2 сражались. Такизава и князь Ёж. А, погоди, повозка. Любопытно, я думал с барака все будут играть. Да, тут барак. Окей, Ёж хочет повозку. Побежал сюда. Такизава тоже самое делает. Но все мыслят одинаково. Но есть вариант отдать аванпост и побыстрее накопить Тейла. Может быть это сработает. В некоторых ффашках, не зеркальных, у меня это работало. Мотнем. И того. Такизава решает не захватывать ванпост, а пойти крепиться. Тролля он убил. И деньги он забирает. Ну как забирает. Думает пока что насчет этого. Да, забирает, забирает. Самое забавное, что если бы можно было строить вышки на этом турнире, то Токизава сейчас мог бы задоминировать. Он бы поставил вышку, и повозка абсолютно ничего не смогла бы сделать. Он бы потом захватил ванпост, и держался бы там, высаживался время от времени. Добавил бы отряд копейщиков или мечников, и пошел бы сюда. И все, его старт был бы намного лучше, чем старт ежа. Но так как вышки строить нельзя, то копейщиками он никак не сможет убить повозку, если еж, конечно, не затупит. А значит, еж может перехватить. Но он не хочет этого делать. Да, он не хочет, чтобы противник забрал Тролля. Ну... Окей, таки Зава Лукарей добавляет. Видимо, чтобы по повозке можно было стрелять. Ему надо Тролля выманить. Но повозка ему сильно мешает. С другой стороны, повозка стреляет по Троллю. Так что это ему немного на руку, все же. Да, Лукарей ничего не сделает. Бочонок первый убивает Лукарей. Надо спасти этих двух пацанчиков и восстановить их потом. В будущем. Я очень сильно удивлен, что Токизава не хочет из-под тишка захватить Ампос. Вторую повозку добавил еж. И... Токизава допускает ошибку и теряет почти всю свою пачку войск. Это уже не угроза для ежа. Он просто перестреляет. Рано или поздно их всех. Ну, остался один копейщик, так что до свидания. Ох. Ну, обидно, конечно. Да, Токизава сглупил. У него было преимущество. Просто не надо было трогать Тролля. Взял бы... О, он даже кривил Таверну. Просто не надо было трогать Тролля. Стоял бы в этой точке с копейщиками, подстраивал бы этих Лукарей. И ждал бы, пока Таверна появится. Появились бы Дейлы и все, он бы повозку убил. Так, еж заберет деньги. Это не проигрыш для Токизавы, но ситуация стала слегка неприятной. Теперь ему нужно сделать что-то с... А, вон, постой. Так, ну давайте еще чутка мотнем. Еж забрал Бобос. Еж не крипит, что странно. Он добавляет третью повозку и четвертая у него в очереди. Ну, вообще, по идее, больше трех повозок вначале не особо есть смысл делать. Ну, типа, третью повозку вы с флагами делаете, а он хочет, чтобы они стреляли. Окей. Ну, наверное, если... Если какая-то повозка погибнет, то будет замена. Но в целом, они же все примерно в одну цель стреляют. И больше двух стреляющих не особо нужно делать. Я так считаю. Хоббит. Можно было с него стартовать, между прочим. Минус. Я имею ввиду, ну, если бы стартанул, то захватил Багванпост. Теперь у Ежа есть деньги. У Такизавы неплохая армия. Но ему надо больше Дейлов, потому что просто один бочонок и отряда не будет. То есть ему надо хотя бы три пачки Дейлов и увернуться от бочонка, чтобы нормально себя чувствовать. Ну, ладно, технически от трех бочонков увернуться. Ежа все-таки не нубас, и он не обязательно, что будет все три в одну точку кидать. Ну, посмотрим. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Такизава снова ошибка. Куда побежал Дейлы? Испугались. Бочонок сейчас полетит. Еж. Еж. Это было ужасно. Но он выигрывает. Может быть, ему можно. Не, ну, это было ужасно. Надо было один бочонок кинуть и все. Ну, Такизава снова запорол себе игру. Точнее, призрак ему запорол игру. До этого ему тролль запорол игру. Но зачем он туда бежал? Теперь он будет размениваться на аванпост. Лукари надо бы заныкать в шахту. Ну, там мало очень войск. Еж просто всех убьет. Да, это ГГ. Все, Такизава это не выиграет. Можно сдаваться. Он решил сделать под крыс. Давайте посмотрим. Уезжать 400 очков командования. Плюс аванпост. То есть добавляем... Три... Три фермы. Правильно? 90. 510 там с копейками. 520 пускаем. Такизава. 500. Но у ежа нет таверны. То есть... У ежа чистое эко. То есть у таки завы 400, буду говоря. Уже 470. 370, то есть. Так. Деньги, деньги, деньги. Один отряд он заказал. Подкресить крепость можно двумя отрядами. Но тут есть одна проблемка. Ему нужна шахта. Вот. И нужно, чтобы повезло, чтобы еж не смотрел. Еж тоже свой под крыс готовит. Его под крыс быстрее будет построен. Так что даже если Такизава сможет крепость нести, то же самое сможет сделать и еж. А у него есть деньги. В смысле не деньги, а очки на шахту. А, Такизава, видимо, решил по приколу построить здесь шахту. В надежде, что еж не заметит. Чтобы можно было подкресить потом. Ну, то есть, чтобы пешочком пробежались ветераны. Такизава, контроль, контроль! И минус все лучники. Не, ну это, это ужас просто. Это печалька. Еж решил две пачки засадить. А, погодите, еж не будет крысить. Походу, он будет ими просто харасить. Так, Такизава высадился. Но это, это отчаянный шаг уже. А еж показал своих. Третий отряд строится. Все, можно проматывать. Я готов поспорить на любые деньги мира, что в этом матче Такизава не выиграет уже. Ну, это просто нереально. Он пытается время тянуть, но на счетчике чуть меньше шести минут. То есть, я не знаю, как сильно еж должен затупить, чтобы Такизава прожил эти шесть минут с крепостью. Погоди, он высадил своих ветеранов. Но там два отряда на один, так что еж потащил. Качнул второй, да? А зачем? Устойчиво я против наезда. Погодите, а разве их можно давить повозкой? Я не знал. Ничего не понимаю. Нет, я был не прав, ребята. Такизава потащил. Он почти убил отряд. Ветеранов? Может, кто-то мне напишет в комментах? Пардон. Можно их давить повозкой? Ну, я ж, видимо, тоже об этом не в курсе. Он даже не пытается это делать. Будет высадка? Не успел. Ну, или не собирался. Так, нужен фонтанчик. Ой, он дурино делает. Окей. Почти потерял отряд. Чуть-чуть не хватает. Был бы у него бард, но Ёж снес таверну. Бард бы добил. Барак добавил. Блин, забавно. Это только-только сейчас Ёж строит барак. То есть, ну, не поймите неправильно. Ёж выигрывает. Причем, ну, конкретно выигрывает. Практически, что в сухую. Но войск у него нет. А там дальше МИП за стеной будет. Ой-ой-ой. Такизава воспользовался ошибкой Ёжа. Снес один отряд ветеранов. И у него... Кликнуть не могу. Ага, два отряда. На третий ему не хватает денег. Он пытается скрысить Крепу. А тут есть Дурин. Ворчант не работает на Геройку. Закидал Бочонки. Да, Бочонки, конечно, жесть. Просто аннигилировали ветеранов. При этом повозки тоже подохли. Не, ну, респект за эту попытку. Я бы тоже попробовал. Это был бы мега крутой поворот. Если бы Такизава сумел Крепу снести Ёжу. Я думаю, что Ёжу все равно бы выиграл. Но... Но Такизава бы потянул время. Ну, в принципе, он потянул сейчас время. Повозок мало у Ёжа. Ветеранов один отряд. Может быть, этого хватит. Потому что у него есть Дурин. И у него есть вот эта вот обилочка. Стану он уже использовал. Чтобы задефать свою Крепу. И у него еще будет третий тир. Ну-ка, смотрим. Да, это минус Крепа легко. Там 75% брони в минусе. А, нет, вру, вру, вру. Это плюс на союзные, а на вражеские минус 50. Но это все равно очень много. Рабочий, рабочий, рабочий. А, отпустил, отпустил. Забрал таверну. Так, там строится барак. Такизава отправил своих ветеранов, чтобы что-то можно было снести. Креп починил Ёж частично. И ему нужно найти барак Такизавы. Последний. Это он сейчас последний. Толин есть. А будет он не последним. Давайте посмотрим на Такизавы. Минус не тиранен. Такизава есть 1300. Он может конкретно потянуть время. С другой же стороны Ёж качается. Тоже выгодно. Гендель какой-нибудь там. Погоди, а тут же... Видно. Это же видно. Надо было здесь строить. Ну, ну, бас. Да, Ёж увидел. Да, Ёж увидел. Ну, все, мотаем. Так. Такизава терпит поражение. А призыв... Призыв решил построить здесь. Может, он заметил, что там повозки катаются. Решил не рисковать. Так. Значит, по зданиям. Последнее здание на базе призыва. Плюс наглый барак здесь. Плюс еще заныканный барак здесь. То есть, он подготовился. Так. Ёж начинает строить Тейлов. Ёж пока что не может сражаться. Хотя у него, как бы, много всего приятного есть. Но ему пока не выгодно сражаться. Вот. А Мип занят. И Мип потерял войск. Прилично так-то. Но у Мипа, кажется, прокачка получше будет. Давайте сейчас посмотрим. Так. У призыва... О, у призыва куча денег. Если он где-то заныкает пару ферм, то у него есть надежда долго-долго-долго оформить и накопить на крепу. Ёж решил подкрысить. Погодите-ка. У него в КД Владыка Камней. Возможно, это ошибочка. Да, это, пожалуй, ошибочка. Проюзал стан, но почти все ветераны погибли уже. И придется отступать. Нет, ладно, не погибли, но могли бы погибнуть. Лол, что? Он свою... Прикол. Френдли фаер. Он, походу, стрелял по Дурину, но каким-то образом черная стрела попала в повозку, и... Повозка была отброшена. Господи, Дурин настолько никчемный, что он даже от других гномов сбежать не может. Ну ладно, это не гном, но он почти что гном. Он гномолюб. Мерзкий гномолюб. Это как... Он гномофил. Правильно? Да, правильно, да. Гномофил. Таких еще... Вот вы когда... Типа, если вы гномофил, вы приезжаете в новый район какой-либо, и вам запрещают жить там, если вы не сообщите своим соседям о своем заболевании. Вот. В общем, обкекался Ёшу очень сильно сейчас со своей атакой. И МИП за счет прокачки тащит. А тем временем тут паразит на базе Ежа. Как же он... Он даже шахту решил здесь построить, чтобы она не палилась. Что же Ёш будет делать? Ситуация... Говно. Он спас ветеранов. Он эту не захватил. Блин, Ёш прям на халяве. Сейчас бы мог бы из двух таверн понаделать всего. Пытался бочонок кинуть, но не успел. А, он сделал огонь зато. А вот у МИПа с этим проблемы. Да, он испугался. Копейщиков очень мало. Он решил... Блин, ну вообще у него выдержка была. Погоди. А, она в КД. Да, он все-таки передумал. Я бы сражался на его месте. Если повозка поедет, то выдержка просто спасет. Надо было пользоваться сейчас тем, что у Ежа не было войск. И расстреливать все катапультами. Но, да, МИП испугался. Ну ладно, бывает. Просто неуверенно себя чувствует здесь. Ежа решил избавить призыва от его же присутствия на своей базе. А, это новый Дурин. Ага. Кстати, а МИП не юзет? Верно? Не, ну у МИПа есть один большой изъян в его тактике. Ну, как бы... Бро, бро, бро. Хилка плюс стан. Плюс шикарный подкрыс. Плюс лидерка дополнительная. Не такая уж и большая, но... Почему не строит? Я уже не говорю про то, что ветераны шикарные. Че у Ежа? У Ежа саплай блок. МИП умудрился разбить ему огромное количество всего. Так, это кто? Ага, Ежа решил закладку сделать. Увидел призыва. Но это не факт, что увидел. МИП решил снести аванпост. А Еж, кажется, едет крысить. Верно? Ну, готовится, по крайней мере. У него еще не откатилась шахта. Но с этой обилкой он может подкрысить. И, кажется... Призыв это понял. Ой, не призыв, а МИП это понял. Либо призыв заметил это. Нет, он скорее... Да, за повозкой. За повозкой едет. Минус повозка. Ну, это не беда. Еж тут может позахватывать все. И напасть потом снизу. Кстати, этот стан не сработает. Потому что антистрафт ует дурин. МИПу бы в Ворск добавить. Он элитку делает. Ну, как-то маловато. Смотрите, у Ежа уже армия посильнее. Что-то МИП не воспользовался своим преимуществом. Начинается сражение. Это ошибка. У тебя есть катапульты. То есть, ты вынуждаешь противника сражаться. Надо, чтобы он к тебе подходил, а не ты к нему. Но, в любом случае, МИП снес скрепу. Очень-очень быстро. И убегает. Еж решил играть по макро. Харасит Эку. Ну, как по макро? Как можно макрить гномами? Просто ветеранов отправил. Сносить все, что только можно. Да, и теперь атакует Еж. Катапульты умрут. Поэтому МИП решил воспользоваться бочонками. И вполне себе успешно. Посносил Ежу Дейлов. У Ежа, кстати, бы 25-ка скоро была. У него денег очень много. Он восстанавливает аванпост. И что он еще будет делать? Это чье? Ага, призыв тут сидит. Все, МИП теперь будет пытаться чистить все то, что тут Еж настроил. А Еж тем временем хочет что-то убить. И кажется, он сейчас убьет один барак призыва. Не повезло призыву. Почему? А, е-мое, красава. Почти что не видно. Я смотрю на радар, вижу точку, а барак не вижу. Как же мастерски заныкал. Призыв по стелсу. Так, призывные тут. Ага, МИП решил избавиться от этого барака призыва. Но найдет ли он этот? Тут же ничего нет. Больше я нигде не вижу. Это башенка призыва. Ну, а башенка ему не позволит в игре остаться. Больше ничего нет. Но тут еще бомба. Ежа. Возможно, Еж его снесет. Ну, в любом случае, эта тактика Ежа позволила ему очень много времени потянуть. И видим, что МИП расслабился. Очень медленно на кнопочки нажимает. То есть, типа, МИП не конкурент Ежу уже, при том, что у Ежа крепости не было. И нет. А почему у него нет крепости? Должна быть где-то уже. Он деньги потратил. А, вот она. Он решил в самом углу ее построить. Окей. Так. Еж теряет своих ветеранов. Так, и сейчас МИП подберется. Или не подберется. Стоп. Стражение в центре. Еж. Половину крепости только построил. Ему желательно бы подождать. Но, с другой стороны, я думаю, он потащит. Эту армию Дейлов. Если ее можно назвать армией. Так. Последний барак. А. Ок. Ох, как вкусно. О-о-о-о. О-о-о. МИП хорош. Так, какая-то суматоха. Еж не знают, что делать. И его дурин погибает от Торина. Торин почти десятый левел. Неплохо. Так, у Ежа снова проблемы. Но у него есть землетрясение. Но вот незадача. У МИПа нет войск. То есть, кидать землетрясение на него как-то невыгодно. У МИПа восемь тысяч. Господи, как же слакает. Это чье? Это призыва. Странно, что призыв войска не строил. Но, неважно. Может, у него денег мало было. У него всего тысяча. Ну, окей-окей. Он просто тянет время. Логично. Еж решил воспользоваться землетрясением. Убьет Гендальфа Качаного. Кстати, очень даже круто. Но он пытается Торина, кажется, убить. Нет, все-таки Гендальфа убивает. Но Торин далеко. А, у Ежа есть же свой Торин. Поймал. Так, нужно зафоксить. Все. И МИП эвакуировал двух героев. Пытается Гендальфом убить Дейлов. Икс немного не помог. Ежу в этот раз. Невыгодно они распучковались. Но это небольшая потеря. И Гендальф умирает. Или не умирает. Не качанный Барт. Можно было бы заултить. А, не. Все равно умирает, да. А, то есть. Ты шутишь, да? Ты прикалываешься. МИП перехватывает таверну. Как же МИП медленно играет. Четыре с половиной тысячи. Блин, МИП должен был всю верхнюю секцию зачистить. Такое преимущество. Столько всего Ежу снес. И Крепу, и Армию два раза. Просто бы быстрее. Но что это? С такими деньгами не нужно нормально контролить постройку войск. Просто нажми Shift. Тут пять отрядов. Тут пять отрядов. Перехвати таверну. Тут пять отрядов. Все, что надо. Это Дейлы. Там иногда лениво подстраивай войска. Загать, допустим, здесь бараками. Чтобы можно было мясо строить. Чтобы не бояться повозок. Там типа мечники, катапульты. И все. Победа у тебя в кармане. У него не было крепости. У него армия была слабее. В итоге они сидят. Еж боится. А МИП просто не может напасть. У него ничего нет. Забавно, что Еж боится. А там нечего бояться. У МИПа ничего нет. Кстати, призыв все еще живой. Этот барак гениален. Ну что, давайте промотаем. Они не будут сражаться, походу, да. Они уже ждут, пока стенка упадет. Окей, давайте посмотрим другие секции. Так, секция номер три. Здесь играю я. И против меня играет Джерри Ди. Я стартую с барака и с хоббита. На самый быстрый захват. Джерри Ди стартует с хоббита, верно? Или я путаю? Нет, он не заказал. Ой, вот Джерри Ди очень плохо стартует. На медленный билд через барак. Без хоббита. Тем временем у меня почти достроен. Давайте мотнем чуть-чуть. Так, сделаем. Так, хоббит пошел захватывать. Джерри Ди сделал нычку. Кажется, Джерри Ди... А, нет. А, да, да, да. Джерри Ди... Я не знаю, почему они все так играют. Странно. Типа, есть смысл либо захватывать аванпост, либо захватывать таверну. Все игроки, которых мы смотрели до этого, делают копей... Ну, кроме Ижа, ладно. Делают копейщиков и идут дальнего тролля крепить. Нафига! Смотрите. У меня есть хоббит. То есть я могу убить тролля хоббитом. Да, это медленно. Но зато у меня аванпост. Он высадит копейщиков, мои мечники его убьют. А крип тролля я мечниками могу убрать. Быстренько. То есть, ну, он не сможет конкурировать за крип никак со мной. Так, тут у меня... Я не знаю, что это случилось. У меня какой-то ступор. Я затупил. Что я делаю? Да, но я не смогу это оправдать. Может, это какой-то мисклик. Ну, короче, тут я обосрался. Походу, он заберет крип. Но, тем не менее, все равно, типа, он бы не смог бы за него драться. Тут просто моя ошибка. Давайте мотнем. Я почти успел добежать. И я две сотки забрал. Ну, окей, неплохо хотя бы. Вот, сделал копейщиков еще. Его копейщики почти сдохли. Его лучники сбежали, потому что в нижнем бою они тоже умрут. А ванпост по-прежнему мой. То есть, даже несмотря на то, что я три сотки потерял, здесь у меня преимущество. Ну, давайте взглянем сейчас, как оно выражено. 240 на 90. И я ставлю мастерскую и добавляю мечников. 270 уже. У GRD 240. Меньше войск. То есть, пока что у меня преимущество в два отряда где-то. Но плюс у меня комбинация войск сильнее, чем у него. То есть, видите, у него эти ребята уже не могут сражаться. Так что у него, по факту, меньше забито очков командования. Он еще лукарей добавляет. Лукарей и синих гор неплохи в начале, но... Когда есть доступ к таверне, нет смысла их строить. Да и лучше во всем. Намного-намного лучше. Так, я сношу ему одну ферму, но теряю всех копейщиков. И... кажется, вместе с ними теряю мечников. Это не точно. Это точно. Кстати, возможно, если бы я на агрессивке бежал, я бы спас его. А нет, я его вроде спас. Окей. Так, я забираю крип. Этот я не бью. А, стоп. Но это тоже ошибка моя. Не надо. Не надо этот крип забирать. Давайте промотаем. И я недоконтролил и потерял. Он решает захватить лукарями. Он передумал и решил убить хоббита. Так, я сношу еще одну шахту ему. Вышла повозка. И... Кажется, я деньги копил. Или нет? Окей. Я плохо играю. Поиска не заказываются. С лакою. Но зато повозка убила всех его челиков. Аванпост по-прежнему мой. Я недоконтролил здесь. Это челы, которые возвращались отсюда. А если что. Или мимо пробегали, не знаю. Может мимо пробегали. Окей-окей. Ладно. Это скорее не моя ошибка. Они вот так пробегали. Я надеялся, что они успеют. Ну, в принципе, да. Он же их не убил. Почему бы и нет. То есть минус еще одна шахта. Плюс Джериди отвлекается, пока он крипит. Не крипит, а пока он дефает их. Хотя он тоже крипит. Значит, Аванпост по-прежнему капает мне в карман. Неплохо. Он дейлов построил, но не снес крип. Поэтому дейлы покалечились очень сильно. У меня две повозки. Я сразу сделал флаг на второй. Чтобы лидерка была. Но я пока что самое главное не захватил. И я проигрываю по войскам сейчас. Я решил захватить... Точнее, закрепить тролля. Я не уверен, смогу ли я это сделать. Я ставлю мавзолей. Еще мечники строятся. Сюда можно бочонок закинуть. Отлично. Ошибся Джериди. Еще один бочонок в лукарей. Все. Четыре отряда... Нет, три отряда лучников. Бесполезны. Но он заберет деньги. Да, я не смог. Я пытался, как видите, но я не смог. Но я могу надеяться перебить его войска. К сожалению, одной повозки стреляющей не хватает. Нужно две, но мне, видимо, в голову пришло, что лидерка будет выгоднее. Хоббит дальше фармит. Ну, ладно, в принципе, может быть, это и не ошибка, учитывая, что мой противник забил болт на аванпост. Я решил закрепить, чтобы таверну получить. У меня уже довольно много денег в кармане. Не помню, что я буду делать, но... Если бы я сейчас играл, я бы, наверное, ветеранов заказал. И... А, ну да, он. О, он заказал ветеранов. Окей, это логично. Мотаем. Это уже абсолютно неинтересно, то есть, ну, ничего не происходит. Джерри декрипится. Он тоже строит свой мавзолей. Второй заказан. Дейлы строятся. Скучно, мотаем. Так, Джерри дей решил немного похарасить, но у меня куча мечников, так что до свидания. Я решил нестандартно играть, и это работает. Как бы, у меня две повозки, то есть, вполне логично, что у него будет куча дейлов и куча копейщиков. Ну, у него не куча, потому что он проигрывает по деньгам, но в целом он играет именно так. А значит, зачем париться? То есть, вряд ли у него будет повозка, и можно мавзолейна достроить. Можно строить одних мечников, и это будет работать. Плюс у меня появился Барт и Дейлы, плюс повозки, также саппортят. Я решил уже это забрать. Два отряда. Третий. Ну, и я думаю, вы понимаете, к чему все идет. Крепость его сейчас упадет. Так, еще чутка. Я тут все захватываю, чтобы обзор был. И у него уже больше нет шансов на победу. Ветераны готовы. А за кем я за собой смотрел? То есть, мне еще нужно получить шахту, но в принципе, можно высадиться прям вот так и пойти напрямую. Но у меня много денег, я могу дурино построить еще. Вот. Но ветеранов я высадил в любом случае. Поднем. Он не сможет задефать, потому что моя армия стреляет по нему. Ему надо было бы спереди крепости стоять, чтобы ветеранам не давать пройти. Но не получается. Так, а рабочий его... Ага, рабочий... Правильно же? Да. Сбежал. Чтобы тянуть время. Но есть еще три минуты. И вот это все его здания. Так что я не думаю, что он может успеть. Появился дурин. И я двалина еще построил. Может быть, выгоднее было бы копить на Торина, но я решил, что три отряда ветеранов плюс двалины плюс дурин, это какой-то мега жесткий подкрыс. И от этого просто нереально задефаться. И так есть. Вам нужно какое-то гигантское количество вышек вокруг крепости. А их нельзя строить на турнире, чтобы задефать эту фигню. Вот. Так что, да. Я даю руны двалину. Ну и плюс в лейте очень даже выгодно, если двалин сможет качнуть 10 левел. Через шахту просто высаживать за армию противника и ультить. А Джерри успел ветеранов построить. Даже два отряда. Ничего себе. Я рабочего ему убиваю. Минус один. Он снял аванпост, ну и потерял ветеранов. И последний барак его здесь. И, к сожалению, Джерри Ди вылетает из игры самым первым. Получает ноль очков. И секция номер четыре. Сверху играет ветер, а снизу Ануаду. Так, ветер стартует как Джерри Ди. И ну Ануаду почти что как Джерри Ди. Они... Они что, все договорились играть плохо, чтобы я выиграл и... Таким образом надо мной поглумиться, что ли? Что это за билд? Это ж говно. Ветер пошел разведывать, кто же против него увидел. Интересно, может ли рабочий убить Бильбо? А он не стал пробовать. Так, стоп. Опасность, опасность, опасность. Нет, ну окей. Гном слишком жирный, чтобы умереть на гомблинах. И, конечно же, это копейщики и даже нычки нет. Может быть он сюда пойдет, это будет умнее. Или сюда. Если... Окей, окей. Если с таким билдом ветер пойдет сюда, а кажется он действительно идет сюда, то норм. Хороший билд. Одобряю. Так, Нуаду захватил. И он пытается закрепить. Окей, Нуаду будет свое преимущество увеличивать. Ладно. Таким образом тоже нормальный билд. Но этот билд сработал только потому, что у ветра такой. Держу вкус. Проматываем. Так, ветер забрал. Что-то он немного тупит. А, он хочет сразу на троля пойти, я понял. Поэтому он другими захватывает. Здесь у него меньше денег. Точнее у противника преимущества денежные. Но у ветра будет преимущество ранних дейлов. Нуаду только сейчас готовится забирать дейлов. Может быть оно сработает, но ему выгодно, точнее очень важно забрать этот крип. Дейлов у него пока что нет, чтобы ему саппортнули. И походу не получится. Смотря где сундуки заспавнятся. Три сундука со стороны ветра. Ну норм, могло быть хуже. Там какой-то отряд в тылу бегает. Оно, он игнорит кольцо, потому что они оба его не юзают. Ну в принципе из-за гномов можно кольцо не юзать. Не так уж страшно. Все, разошлись. Ну не уверен, что ветер потащит теперь. Только сейчас дейлы не хватило. А, окей, ему хватало денег. Он решил сразу же мавзолей поставить. Ладно, ладно, справедливо. Ну ладно, снесет эту шахту. Ну, я думаю, что ветер снесет этот отряд. Да, все верно. И Нуаду пытается получить какой-то профит сейчас с этой стычки. Поехала повозка. И ох, как же ветру не везет. Нуаду прям как эта, как собака, которая трюфели ищет. Я уже это сравнение использовал на турнире. Почувствовал прям ужасно. Ну все, билд ветра не работает, сломался. Тем временем ветераны Коза Дум. Так, тут вторая повозка. По-прежнему это не крипит. Но пошел захватывать вражескую таверну. Может быть Нуаду думает, что ему и не нужны дейлы сейчас. Потому что он выигрывает очень сильно уже. И у противника низкая эко. То есть много войск у противника не будет. Есть повозка, чтобы карту контролить. Так что можно время от времени высаживать мечников на харас и все. И в принципе в этом есть смысл. Но у ветра появился отряд, который потенциально может исправить для него ситуацию. Разумеется крестить он не будет. Он будет ими драться. У мечников очень много. Ворчант отдал. А, тут же и ворчант и лидер Кануаду хочет мечниками ветеранов перебить. Или нет? Так, погодите-ка. Он хочет мавзолеи разрушить. Но он может потенциально потерять столько войск, что это будет дороже, чем мавзолей. С другой стороны, он выигрывает, повторюсь. Так что может для него это не так уж и критично. Ветераны неплохо понаубивали. Ветер хочет повозку убить, но ему, увы, нечем это делать. По-прежнему таверна Ун-Ладу. Так, окей, ветер пытается захватить территорию. И Ун-Ладу сносит еще и барак. А Дейлы без... А Нокий у него второй есть. Ой, Илья, я ошибся. Тут не барак, а шахта была, пардон. То есть Дейлов можно строить под копейщиков. Кстати, тут нет копейщиков. Ун-Ладу немного опасается. Там один копейщик, да? Из-за меня носится. А, и ветер пытался что-то сделать. Не понял, что. Ну ок. Пока что эти ребята более-менее в порядке. Это что за прикол? А, это Ун-Ладу построил отряд мечников, чтобы харасить с таверны. Так, там можно Дейлов строить. И это принадлежит ветру. То есть безопасно можно сюда Дейлов высаживать. Но Аду понял, что ему нужны свои Дейлы очень сильно. Потому что тут нечего уже сносить противнику. И, типа, каждая атака, как на Мавзолее, это как-то невыгодно. Он очень сильно фидит противника. И он, конечно, сносит ему здание, но при этом фидит. Так, появился бард. Теперь повозки не в безопасности. Ветер, видимо, хотел снести этот крип. Ему хоть какие-то денежки нужны. Не, но в целом, что, 6 ферм. Не такая плохая эко. И можно на безопасничах 2 еще воткнуть. Примерно. Типа, одну здесь, одну здесь. Это что? А, ветер пытался рабочего спасти. Ну и спас. Ветераны очень хорошо зашли, да. Но Аду недооценил их. Это понемногу похоже на камбэк, но аванпост по прежнему Нуаду. Если сейчас ветер рискнет и снесет таверну, то это фиаско будет для Нуаду. Так, высадка. Ой-ой. Проблемы, проблемы. Нельзя их сливать. Без этих ребят ветер не сможет жить дальше. Минус повозка. Нет, повезло. Жесть, как повезло. Так, ветер дальше дерется. Ой-ой-ой. Нет, все-таки мечники гномов нормально так. Ветер недоконтролил. Мечники гномов очень даже хорошо убивают ветеранов. Я был неправ. Ииии, кажется, ГГ. Ну, давайте смотреть за ними. Че-то я раньше должен был посмотреть, сколько у кого всего. Шесть очков во втором тире у Нуадыча. 560 Эки. 520 Эки у ветра. Но у ветра не качаные. Эка и нет аванпоста. Окей, Эти качаные. Да, да, минус повозка. Вот, по очкам, конечно, ветер сильно проигрывает. То есть даже потеря огромного количества мечников под базой для Нуаду особо, видимо, не сыграло ничего плохого. А ветер не накачался. Теперь у Нуаду появились ветераны. Но Бард и Дейлы, наверное, смогут их убить, если они долго будут бегать. Так что ветер сравнительно в безопасности. Пока не подстроится еще несколько отрядов. А второй отряд уже готов. И нужно третий. Заказывать на третий. У него нет ресурсов. Ну, короче, Нуаду может победить просто по стандарту. Подкрысить крепу и все. И это правильно, как бы, зачем разбиваться. Ну, ему надо бы сюда напасть. Вот, и он пытался. Он, видимо, только сейчас понял, что там Эки куча. Не, вообще нет. Он должен знать, что там куча Эки. Потому что у него мечники Дейла бегали. Ну, вот, как-то почему-то он не стал туда идти. Я считаю, что это ошибка большая. У ветра весьма приличная армия уже. Но у него нет копейщиков. И будет ошибка идти в атаку. Он и так сейчас потеряет кучу всего. А, или... Ну, он убьет повозку, но он потеряет кучу всего. То есть, два отряда Дейлов практически убиты в Нулину. Ветер вызывает своих Дейлов. Чтобы дефаться. А у Нуаду почти третий тир. Погодите, он... Он потерял один отряд. Нет, не потерял. Окей. Ну ок. Забавно, что он даже подходить не стал. Сразу прожал. Догонит ли? Не очень успешно. Видимо, решил не рисковать. Ок. Как раз экономики. А, ветер снова построил своих ветеранов. Ну, я думаю, можно проматывать. Сейчас закончится таймер. Закончится время. То есть, ветер не проиграл. Но, судя по всему, ситуация у него плачевная. Снова вынос всей экономики. То есть, две ключевухи у него осталось. И две фермы обычных сейчас будет. И все. Ну, Ада уже тут все застраивает. Ну, он не крысил. Окей. Ну, Барда построил. Он не крысил, но он мог бы уже снести. Если бы он вместо Гендельфа шахту взял, он бы просто снес крепу. Да, и все. Потерял, кстати, отряд. Давайте промотаем. Значит, пока они там дрались. Я добил Джерри Ди. Собираю армию. Еще, еще немного. Так, у них тут сейчас какое-то важное сражение должно было бы быть. Ветер начал вышки строить на крепости. Я очень сильно удивлен, что Нуаду не спамит Дейлами. А это я разведочку делаю. Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. А где мой последний? Походу, я потерял один отряд ветеранов. Но, тем не менее, этого достаточно. Тупо мгновенно сразу же вжух и нет Нуаду. Ну, то есть нет крепости. Дебаф закинул. У Нуаду паника. А Дейлов-то нет, чтобы задефаться. Но даже если бы были, тут изначально надо стоять здесь. И надо, чтобы крепость была обстроена. Это нереально. И все. И свалили сразу же. Что-то как-то у меня Дейлов тоже маловато. Гендальф пытается убить моих Дейлов. Я пытался отступить, но слишком медленно. Можно стан прожать. Что я и делаю. Ветераны не станутся. Но у меня есть Гендальф. И вжух. И минус армия. Ой, я не заметил, когда Нуаду построил Торина, кстати. А, погодите. Никто не умер, лол. Чего? Вот это неожиданно. Гендальф вообще не качнулся ни разу. Но тем не менее, я разбил его пачку. Правда, он частично разбил мою. Но тут как бы... Моя же таверна, да? Да. Три таверны. Я специально оставил этих Дейлов тут фармить очки. Вот. У него особо ничего не остается тут. Шишки. Гномы горят. Нуаду решил отступить. Ну, кстати... Он, по идее, может сражаться. Ему бы Торина третьего левела. Он бы мне убил Дурина. И все было бы нормально. У него, кажется, армия посильнее. Просто то, что у него Дейлов нет. Не знаю, почему ему Дейлы не нравятся. Обычные лукари. Ну, такое. В сравнении. Тем более, у меня же лидерка. Да. То есть, у меня три лидерки. Четыре получается. Правильно? У меня 75 брони и 150 урона. Если оно, конечно, все вместе работает. По идее, должно. О, и я высадил огромную пачку еще Дейлов. Из трех таверн можно быстро строить войска. У меня там где-то должен апгрейд делаться. А, ну, скоро я буду заказывать. Я восстанавливаю ветеранов. Я их потерял в сражении с ними. Для этого. Сейчас я последний отряд потерял еще. Гэндальф неплохо так продамажил. Лежу в станилку. И Нуаду терпит поражение. Остается ветер. И тем временем... А, нет, стоп. Там они еще сражались. Окей, я что-то подумал, что тут уже скоро вторая стена упадет. Ну, Нуаду сильно не повезло, конечно. То, что он был здесь. Ветер его ослабил. А я на халяве просто пришел. Все разрушил. Если бы... Я сражался с Джерри Ди. Хотя бы до... Ну, вот, до падения стены. Вплотную. Я имею в виду... Не так, как произошло на самом деле. То есть, не искал его бараки, чтобы добить. А именно, сражался, чтобы у него крепа была, все дела. То Нуаду мог бы расформиться до такого уровня, что у него бы крепость была бы обстроена и с грейдом. У него было бы много дейлов. Он бы смог задефать атаку. Даже если бы он потерял креп, он бы меня отбил. И играл бы дальше. А так у него просто не было шансов. Ну и все, я тут бегаю. А, это, кстати, ветер пытался подкрысить, что ли? Да, реально. Клепа пытался закрысить. Ну, я ее обстроил. Ну, сами понимаете, почему. Чтобы от своего же оружия не пострадать. И, кажется, он передумал. Я не помню, чтобы он ее крысил. Просто летает, ищет. А, может он высадится здесь. Вот. И я сделал огонь. Вот теперь я без ветеранов могу крепость нести. Я его рабочего убиваю. Еще одну таверну можно захватить. Я просто подумал, что... Зачем играть за гномов? В матче, где все играют за гномов. Можно играть за дейлов. Поэтому... Ну, у меня, конечно, есть в армии гномы, но их очень мало. Это такой, знаете, саппортный юнит. Это элитка дейла. Вот. Если вы играете за дейл, самое важное для вас это таверны. А вам нужны таверны. Я получил двадцать пятку. Давайте промотаем. Ну, типа тут не на что смотреть, на самом деле. У ветра тоже нет шансов. У него просто не хватит времени развиться. Так сильно, чтобы меня убить. А он тут слив масла сделал. Но... Как бы... Мне не нужны ветераны. У меня есть дейлы. Он пытается слить масло. Я это вижу. Все, минус. И ветеран еще подохнут. Очень быстро его. Все, он сдался. Так что мы можем... А, погодите. Или не сдался. Или он кочевать идет. Кочевать идет. Ну, окей. Проматываем. Это супер скучно. А нет. Не идет кочевать. Все. Он сдался. И у меня остается восемь минут. Я начинаю строить крепость. Ну, в общем, давайте я промотаю, чтобы вы это все не смотрели. Потом расскажу. Итак, за восемь минут, что я сделал? Пачка готовится идти сюда. Я же не знаю, кто там, с какой стороны. Пачка здесь. Пачка здесь. Крепость. Таверна. Куча бараков, чтобы можно было подстраивать подкрепление. Крепость дефает здесь. Ну, то есть, тут, думаю, логично. Крепость дефает сигналку. Эта крепость дает мне возможность дефать две таверны и обзор. Плюс тут есть большая катапульта, чтобы можно было стрельнуть. Свою я тоже обстроил, но без катапульты, потому что денег не хватало. Вот. Еще понастроил немного эки. И, собственно, все. Ну, и таверна у меня еще есть. Плюс в кармане 9000 и почти 2000 очков командования застроено. А, и самое важное, вот, да, подкрес готов, ждет приказа. Тем временем... А, я один момент. Я буквально вот секунду пропустил. Тут был барак призыва. Его мип нашел, если что. Вот прям под конец. Вот. Ну, смотрим. Они перестали драться. Ёж отстроил крепу. Мип строит вторую крепу. Ну, вот это странно. Типа, у мипа такая офигенная ситуация была. Он тратит деньги на какой-то бред. Зачем тебе вторая крепа? Штампуй войска побыстрее. Он увидел мою армию и убил ее землетрясением. Это грусть, кстати. Это огромная потеря для империи Дейла. Но, так как у него нет армии толком, то я все равно могу с ним сражаться. Он пытается орликами убить у него Торина. И, кажется, ему это удается. Да. Он его добивает. Я вызываю Гендарьфа и убиваю ему Дейлов. И нужно орлов добить, чтобы остатки войск, хотя бы у меня еще могли сражаться. У него остается Торин. Причем суперкаченный. А, руны, кстати, я смотрел. Лол, он только одну руну кинул. Ну, ну, бас. Можно было бы Торином сейчас разбить всю эту пачку. Хотя у него еще есть Дайн. Он убил мне Гендарьфа. И, в целом, он убил всю мою пачку. А тем временем на меня нападает Ёж сейчас. У меня не осталось войск. Я Оина построил и Торина воскрешаю. Вот. Но у меня еще немного войск осталось. Я пытаюсь сражаться с МИПом дальше. Почти... Почти Торин, кстати, сдох. Он задавил моих лукарей. Это чья повозка? А, это моя повозка. Пардон, я перепутал. Значит, это его лучники здесь были. Он убил мою повозку. Немного войск отправил. И у меня еще поток идет. Тем временем Ёж напал, поэтому я использовал землетрясение на него, чтобы его отогнать от моей крепости. Вот, я просто не ожидал, что они вдвоем будут меня бить. Я думал, что, типа, ну, халявная победа, хули. Вот, я вызвал Орлов ради обзора, а потом увидел, что там еще одна крепа. Поэтому решил снести ее. Это как бы проще, чем обстроенную. Вот. Но Орлы уже закончились. Ну, Орлы, типа, для того, чтобы их вышки фокусили, если вы не поняли. Он пытался задефаться, но как-то медленно. И, кажется, я успеваю снести его вторую крепу. Да, так и есть. Я использовал станилку, чтобы перебить повозки. У меня еще есть возможность отойти. Но у меня приличное количество Дейлов построилось. И Торин идет мстить, наверное. Я потерял почти всех ветеранов. Ну, правда, дваленка чнутся слегка. Повозка очень смачно заехала. Ой, жесть. Такая пачка Дейлов. Но это, конечно, мой косяк. Надо было взять выдержку. Вот это, кстати, тоже грустно. Я мог его похилить. У него еще ульт был. Видимо, я здесь был занят. Или... А, не-не-не. Я был занят здесь, да. Ёж мне пробил все здесь. У меня не хватало войск там, чтобы задефаться. Он все снес. Вот. Но у меня очень сильно жопа с этого горела. Но я понял, что не стоит здесь драться дальше с ним. Он сейчас еще эту крепу может снести. Я пытаюсь добить Мипа, чтобы хотя бы получить второе место в матче. Иначе будет очень грустно, что с таким преимуществом третье место занять. Вот. Поэтому я бегаю и добиваю его. Мип тут строит сразу две крепости. Разумеется. Вместо того, чтобы потратить деньги на войска. Вот у меня Торин появился. Поэтому лидер очка. Ну, вы сами видите, как хорошо. И Двалин качается. На Двалин у меня были очень большие планы на будущее. Так, он снес. И кажется, я решил, что он сдается тут уже. Но, увы, это не так. Вот. Тем временем Ёж начал захватывать территорию. Понемногу. Ну, не сильно. И восстановил свою армию. Решил креп унес нас. А! Я помню, почему он в атаку не пошел. Ну, ладно, не будем. Там был один негативный момент. Ой, а Мип? Мне Торина слил, кажется, да? Нет. А что он сделал, я понять не могу. Он что-то снес. А, вон мой Торин бегает. И, короче, я решил, что все, Мипа больше нет. То есть, может быть, он где-то заныкал бараки. Но так как у меня еще один противник, у которого большая армия, то не буду я за ним бегать, искать. У меня снова армия одних Дейлов. Сплошных Дейлов. Ну, ну, они, в принципе, повозки не боятся, если их так много. Ну, разумеется, повозок может быть очень много, тогда их передавят. Но у ежа должна быть 25-ка. Вот, так что... Ой, сейчас будет так грустно, так грустно. Я еще и кучканулся. Мип. Остался один Торин. Из-за злости я кидаю 25-ку на него, но... У него больше войск остается. Он Торина мне убивает. Я кинул хилку, но, увы, это никак меня не спасет. Он еще и неплохое количество очков нафармил на нем. И 1275 бобосов. Так, тем временем я тут, видимо... А, нет, вру. Мне казалось, я пытался восстановить контроль над тавернами. Он тут бараки поставил. Что он дальше делает? Давайте промотаем. Я собираю новую армию. Потихоньку. Но я прям очень много еще потерял. Больше 1000 очков командования. Так еще и они там с грейдинг стрел были. Ёж. Не, он не заметил, что там крепость, походу. Так, он перехватывает. Я кольцо увел. У меня же еще колец мало. Но у меня тут, правда, одно валяется. Типа, кольцо нового. Больше всего к колецу ежа. А, у него тоже одно валяется тут. Немножечко нашел харасить. Самую малость. Перехватил таверну. И иду домой. Почему я иду домой? Ну, непонятно. Возможно, я боялся под крысом. Так, мип убивает гендальфа ежа. Ну, кстати, гендальф почти 7 левела. Это неприятно. Так, и, ну, пока что ничего не происходит. А, я заметил, что тут проблемы. Мне не хочется терять аванпост. Я уже столько преимущества отдал. Вот, а, при помощи большой катапольты мип прогнал ежа со своей территории. Я почему-то готовился, что на меня нападут. Походу так. Но они немного друг с другом сражались. Ну, и у мипа войск нет, собственно. Даже если бы хотел нападать, ему нечего. Он Торина отправил и закинул 25-ку на мою армию. Я вам передать просто не могу, как у меня очко горело с этого матча. То есть, я просто, я вот делаю большую армию, прихожу. И один из них убивает 25-кой всех. Я делаю снова армию, прихожу. И другой 25-кой убивает всех. И так бесконечно. У меня империя на пол карты. Я не могу даже мипа добить. И он еще в наглую Торином тут бегает. Он, наверное, разведывал просто. Так, Ёж немного подкопил войск. Катапульты строят. Почему я забыл, видимо, тут Балина. Может, я не заметил, что там бараки. А, я не видел их. Ну, ладно. Но Балина надо было, наверное, с основной армией удержать. Так, это он тут Дейлов призвал, чтобы меня отвлечь, видимо, да? А, нет, вру. То есть, да-да-да, он, короче, призвал Дейлов. Но я думал, что Орлы тоже его, типа, для отвлечения. Но нет, это я Орлами, видимо, добил Торина. Потому что он меня бесил. У меня землетрясение откатилось. Он специально фермы посносил, чтобы не палиться. Но я, походу, найду еще его. Ну, то есть, я же тут все снес. Очевидно, что он где-то здесь заныкался. А тут, оказывается, аж две крепости. Вот такой, понятно, назад. В принципе, одну крепость можно снести. Есть и воды камней. Есть немного Дейлов. А он не Торина убил, оказывается, воды. Значит, я что-то пропустил сейчас, ребят. Так, Двалина я забрал. И уж там у себя сидит. Пытается Гендарфом убить. Я не вижу, кстати, я пока сижу. Ну, в смысле, я здесь. Я тут что-то делал. Он еще и выжил, жесть. 0 хп. Сдох. Окей. Ну, давайте мотать. Ёж задвигался. Отправил пару отрядов на мид. Все, я собрал армию. Интересно, у него откатилась обилка. У него почти откатилось землетрясение. Какой тильт. Вызываются орлики. И прожал их, чтобы Лаехир всех не закоцал. Все, минус орлы. Чистенько. И он юзит землетрясение на свою крепу, чтобы убить мою пачку. Вот, но у меня есть герои. Как бы я могу это кинуть? Так что он крепу теряет. Здесь. Я даже без... Без этой обилки могу ее снести. Там, в принципе, дурин и двалин. Они достаточно быстро проносят. К тому же двалин каченый. Я не понял, зачем он выдержку туда заюзывает. Ну ладно. По приколу, наверное. И у меня снова ничего нет. Давайте за мной посмотрим. У меня нет денег. Я тут позаказывал, правда. Ну то есть денег нет, потому что я очередь сделал. Но у меня уже ни на что нет. Я столько войск потерял подряд, что все мои запасы гигантские иссякли. Тем временем, еж тут тащит рабочего. Но моя шахта, кажется, да, задефала. И мип терпит поражение. Теперь мы остаемся с ежом один на один. Тысяча на тысячу четыреста. Уезжала прям конкретная армия. А, и он здесь очень много всего настроил. Давайте посмотрим. У него три тысячи в кармане. И что? Орлы без копейки. Пока что он здесь ничего не строит. Ну ладно, давайте мотать. Все, он двинулся. Я тут начал застраивать все, что только можно. Но я ожидал, что я буду с ним сражаться здесь. Так, он идет в эту сторону. ВСК он разделил, поэтому 25-д покидать невыгодно. Но можно вот сюда ее закинуть. Вот. Под крис у меня не готов. Дейлый почему-то в шахте. Ага, он тут сделал закладки. Катапульты поехали. И отсюда разрушитель испанился. Вот. Так, стоп. Это... Ага, это я его армию убил. Двумя... Ага, все-все-все. Я кинул две 25-ки. Чтобы у него не осталось войск. Он может свою кинуть. У меня две пачки. Но в целом эта пачка очень маленькая. Наверное, выгоднее вот сюда кидать. К тому же он эти мастерские потеряет. Так что... Почему бы и не воспользоваться ситуацией. Может быть, он надеется, что вот эти еще затушкуются. Я очень хочу таверны. Так как... Но... Тегайд, да? Дейл без таверны не играет. У меня самая такая странная фракция в игре. Нет... Нет таверны, нет фракции. Разрушители мне тут эку проносят. И я потерял свою крепу. У меня тут небольшое подкрепление. И, собственно, все. Уезжая еще есть орлы. Можно орлами вот, допустим, этих героев убивать. Так же тут Торин бегает. То есть у него тут слабая армия, но по сути мне нечем задефать орлов. А, нет. Вру, вру. Есть чем. Но у него еще есть гендальф. Если он выгодно гендальфом бахнет по лукарям, то орлики перебьют моих героев. А у меня почти откатились орлы. И есть призыв Дейлов. И, собственно, все. Который я куда-то кидаю. А, я для мяса кидаю его. Чтобы сделать видимость, будто у меня армия сильная здесь. Чтобы хоть как-то дефаться. Но мне нечем сносить эти катапульты вообще. А, нет. У меня есть гендальф. Возможно, есть смысл орлов на каты. Четыре каты с огнем. Уже. Да, все с огнем. Да. Это выгодный размен. Это как крепа примерно стоит. Вот я прожал владыку камней на эти бараки. Потому что я крепу не могу ему снести. Пытаюсь хоть что-то ему испортить. Но, увы. У меня просто слишком мало сил тут. Он тут повозками. Я бы слил эти повозки, если бы не гендальф. Уменьшил мне их Дейлов. И все, собственно. Минус все Дейлы. Я готовлю еще пачку. Я убил разрушитель. А тем временем разрушитель проехал аж в тыл. Ага, он пытался перехватывать. Я орлом зафокусил. Можно было бы еще их куда-то отправить. Тем временем здесь фиаско. Моя атака провалилась. Я даже не смог снести бараки. Это ужасно. Может быть мне надо было сюда рабочих притащить и бараков настроить. Чтобы удержать преимущество. Но это минус. Так, я перехватил. Обратно. Разрушитель у меня прям под базу. Но я уже отряд ветеранов сделал, чтобы задефаться. И строю еще. Я решил сделать под крыс. Типа надо что-то важное ему снести. Но в принципе я тут застройку снес. Может быть она была важной. Если бы я эту пронес. Если что, я не видел. Там был момент, когда Орел открыл эти бараки. Но я не видел этого. Или видел. Ага. Ладно. Или видел. Мне казалось, что я не видел. Значит он где-то еще построит. Потому что там эти разрушители потом еще ползли в матчи. Окей. Он докачался до 25. И увы. Не получилось. Но у меня есть еще ветераны. И эти выжили. Можно хилку на них отдать. Так что они тут все посносят. Так. Тем временем. Куча повозок задушила моих Дейлов. И... И в этот момент я понимаю, что во фракцию Дейла надо добавить копейщиков в таверну. Чтобы все было четко. И начал строить повозки. А, и здесь... В общем... Не заметил. У меня очко пригорело. И я, в общем, по идее, я скоро начну повозками спамить. Десятый двален. Какой кайф. Тем временем Ёж все проносит. И у меня уже империя... Как бы пошатнулась. Уже не 2000 очков командования. На Меду больше нет ничего ценного, из чего можно было бы строить войскам. Он перехватывает таверны. И здесь перехватил таверны. Я очень много всего здесь построил. А и вот, я начинаю строить мастерские. Повозки, они, может быть, не особо много мне вреда наносят. Но они меня бесят. И они, что важнее, тратят мое время. То есть, я не могу их никак снести, допустим, даже этими челами. Ну, и разве что, если Ёж затупит. Вот, поэтому я решаю, что у меня нет выбора. Придется строить кучу своих повозок. Так, тем временем Ёж уже нападает на мою основную базу. Последнюю крепу. А я за кем смотрю? Ага, ну у меня есть две двадцать пятки. Ну, опять-таки, посмотрите. Ну, типа, ну не кидать же двадцать пятку сюда. Да, эти челы даже ферму снести не могут. Без лидеров своих дурацких. То есть, у меня большая проблема. Ёж доминирует уже по всей карте. Но у него нет армии. Мне некуда кидать двадцать пятки. Я не знаю, что генг. Здесь самое грустное. Он орлами убивает моих ветеранов. И моего Двалина. Двалин даже не успел заультить. Вот это, это просто жесть. Это больше, чем крепа. Здесь погибло. Я ничего не смог снести. Вот, я построил Дурина. Ради подкрытия. Ну, тут мой косяк. Надо было подождать, наверное. Высадился бы вместе с Дурином. То они бы не успели снести. Ну, в смысле, орлы бы меня убили. Но я бы крепу снес. И это было бы выгодно. Тем более, у Ижа больше нет. То есть, у него по-прежнему маленькая база. И при этом я проигрываю. Какая боль. Я когда играл, думал, что у него какая-то империя огромная. Он постоянно что-то высаживает. Посмотрите, сколько повозок. Это ж его все. А, он, кстати, половину снес. Но мне повезло немного. Его дурин. Да. Офигеть. Снова отобрал у меня таверну. Так, тем временем у меня тут 4 барака. Походу, я отбил эти повозки. Или они уехали. Он начал туда Дейлов посылать. Фиаско. Еще работает моя застава. Но это ненадолго. Проигрыш по всем флангам. Оно один маленький лучик надежды. Таверна у меня здесь есть. Сигналка все еще моя. Мою сигналку самую важную он захватил. Он вспомнил, что у него тут разрушитель. Продолжает харасить. У меня 1500 на 1800 эки. Он выигрывает. Мой дурин подошел. Мне уже нечем сражаться толком. Сейчас он убьет мне дурина, походу, еще. А, нет, не убьет. Я поймал. Мне повезло. Я хилку прожал. Он заултил, но, увы, бежать некуда. Я получил 1500. Очень вкусно. Мне нужны были эти деньги. Я еще пытаюсь дурина убить. А он медленный. Сколько? Еще 1500. Ну, в общем, я снова на коне. Гендер вздох. Я тут уже закладку построил. И проносит мою территорию здесь. А повозки... А, это его повозки. Я не могу пока что задефаться здесь. Я просто строю войска, чтобы... Ну, чтобы ему было что сносить. Вот, он недоконтролил. Неплохо. Минус 4 повозки. Почти пятая сдохла. У меня тьма. Ну, то есть день дурина. Я не помню. Мы там, короче, ждали... Обилок, кажется. Короче, потом не будет... День дурина юзаться. Ну, иногда это не важно. Я апгрейд на крепости сделал. Разрушитель просто жесть. Разрушитель вот этот вот, гондон маленький, снес мне больше, чем 3 последние атаки ежа вместе взятых. Просто один разрушитель. Он золотой. 1400 очков командования. Никакая боли. Я снова таверны перехватываю. И самое важное сражение здесь. Я повозками подавил его Дейлов. Я всячески тяну время. Он пригнал ветеранов, чтобы все проносить. Я пытался призывом их убить, но у него повозка есть. Вот. Он тут тоже настроил кучу дешевых гномов. И проносит. Тем временем я захватил обратно аванпост. Захватываю обратно сигналку. А он захватывает таверну сверху. Здесь я все потерял. Погодите-ка. Я до сих пор не использовал. Что же делать? У нас, кстати, по войскам одинаково. Но у него лучше эко. И у него тоже есть 25-ки. У него сейчас та же проблема, что и у меня. Он не юзит 25-ки, не знает куда. Ну, теперь у него полкарты застроено почти что. Не считая вот этого вот кусочка. То есть, благодаря этому куску у меня хотя бы аванпост работал бы, если бы я не про шляпы. Так, а это чьё? Походу, это я по воске послевал сейчас. Еще и Лукарей подвел. У него тут все больше и больше войск. А он еще одну закладку сделал с разрушителями. Разрушители очень хорошо зашли. Я не ожидал просто такую наглую атаку. И мне как-то впадло было их сносить потом. Вот я тут армию отстроил. Но проблема в том, что как только эта армия объединится, она мгновенно умрет. Я уверен, что он сейчас заюзает. Если он, конечно, сюда смотрит. Если мне повезет убить отряд, чтобы обзор закрылся, то может он не использует. Но он мог контролить здесь. Он много чего мне снес, но я, в принципе, позачищал его войска по большей части. Но я тут рабочим еще немножко подстроил. Ну и штампую повозки. Возрушители едут. Че, не юзает? Странно. Мне бы, кстати, можно было сюда использовать двадцать пятку, если так подумать. Снова третий левел. Какая грусть. А, мои пошли в атаку уже. Так, это мой. Качнул десятый левел, увидел закладку. Пока что я в безопасности. Пока мои челы раскучкованы. Он тут еще настроил закладок. Походу он... Походу у него денег не хватает. Он очень много на это тратит. Все-таки 600 монет разрушитель стоит. И 600 монет мастерская. Вот. А, я использовал, да? Да, не выдержал. Очень много войск. У него там уже скопилось. Я решил улучшить свою ситуацию слегка. И то же самое сделал он. Но у меня немного войск осталось тут. Я по приколу использовал силу кольца. Потому что... Ну, типа, я мог бы его спасти. Видите? Он кольца хватал. Дурацкий баг. Из-за чего он погибает. Поэтому я поражал по приколу. Мех. Грустно. Он не должен был там погибать. Так, мой Торин бегает. Орлики еще какое-то время будут. И я почти что отбил эту территорию. Но он харасит дальше. Но количество войск у него как бы уже не такое большое. Повозки он не снесет. Так что, если бы более-менее норм чувствую. Призвал Гендальфа еще тут. Даже если он умрет, это не проблема для меня. Он сделал, что нужно. Тем временем он ползет сверху. Он мог бы крепко попытаться подкресить. Но ему важно найти все фермы третьего левела. То есть, посмотрите, моя экономика уже в таком дерьме. Правда, по-прежнему это мое. И это. Ненадолго. Он использовал свою вторую 25-ку. И у него все в КД, кроме Дня Дурина. Который нельзя юзать. Иначе он будет на меня работать. Может же не в КД? Да. Так, я пригнал повозки. Немного войск построил. На базе, чтобы отбить этих разрушителей. Ну, походу, еще третий левел падает. Жесть. И вы просто взгляните. Минуту назад было 1200. Меньше 1000 уже. Я просто в ужасе сижу. Я проигрываю. Я проиграл катку. Мне теперь приходится строить рабочих, кстати. А, нет, я их еще не... А, у меня же здесь они еще есть. Короче, мне приходится рабочими строить ЭКУ. А не боевые здания. Какой тиль. И у него по-прежнему нет войск. Кроме этих разрушителей, которые время от времени. Самое обидное, я вроде мимо проезжал. Я не запалил эти штуки. Верно же? Да я до сих пор не понимаю, откуда они ползут. Да, я повозками почему сюда поехал, кстати, по мяне. Это фиаско. Я подумал, что они отсюда ползут, потому что они раньше отсюда ползли. И, ну, как бы они отсюда ползут, но... Они ползут еще отсюда. И, наконец-то, я заметил. Так, тем временем у ежа приличная армия, но у меня 25-ка есть. Он ее потеряет. У него 2000 очков командования, но денег пока что не густо. Здесь 25-ка даст мне кучу времени. Так, это я сношу. Повозки тоже помогают. Уезжать теперь три сигналки. У него... Это чей? А, это я перехватил. У него два аванпоста, но три сигналки. Сигналки дают гигантское преимущество. Мне надо сюда юзать, но, походу, я занят здесь. Я перехватил таверны, мне нужны дейлы. Торин десятого. А, я использовал, пардон, я пропустил этот момент. Вот, и орлами надо... А, вот, да, убить его героев. Желательно Торина, но Двалина почему бы и нет, тоже можно. Или там не было Торина? Мне казалось, там где-то Торин был. Ну, норм, в принципе. Так, я тут отправил небольшую пачку в атаку. Надо это перехватить. Задавил его дейлов. Тем временем, разрушитель на базе. Мне нечем дефать его. В кармане очень мало денег, я строю Дурина. Так, это... Его рабочий еще умрет. Вот, но из хороших новостей для меня. Наконец-то атаки на эту точку прекратятся. Я полностью все отбил. У меня еще достаточно много зданий там, чтобы что-то строить. И теперь ему надо будет заниматься этой армией, которая еще и захватила таверны. Что очень важно для меня. То есть, типа, дейлов нужно подстраивать. Вот. А значит, я сверху могу что-то сделать. Но тем временем он снизу тут пытается перехватывать. Да, он решил, что если я не могу захватить таверны, я их разрушу, чтобы он дейлов не строил. В принципе, логично. И кажется, я... Походу, я тут разрушитель снес. Блин, на базе три фермы, ребят. Я новую построил. Жесть. Но я чуть-чуть эки отстроил. Скорее, даже я не отстроил эку, а потерял больше. Я просто захватил таверны. И мне кажется, что у меня больше эки. Выезжа по-прежнему две тысячи. Вот. Ну, тут, в принципе, неплохая атака может быть. К тому же, за счет Торина я тут зарабатываю шекели. Которые мне очень нужны. Я сдал дубащит, чтобы меньше всего терять. Вот. И он тут свою атаку тащит, но она без саппорта. Так что ее убить будет намного проще. Тут у меня повозки лезут. И у него очень много всего настроено сверху. И, собственно, это все. Кажется, я повозку свою там потерял. Так, и у него тут еще больше зданий появилось. То есть, моя база под большущей угрозой. У меня есть дурин и все. Но я войска строил. Мечников, чтобы... Чтобы быстрее что-то сделать. Кстати, а как я потерял? А! Он мощной катапулькой убил мою армию. Но это фиаско, да. Обидно. Он перехватывает мой аванпост. Небольшая пачка идет сюда. Я надеюсь, что там никого нет. Просто хочу перехватить. Но, увы, копья, копья. Мне там ничего не светит. Я подстраиваю дейлов из этих таверн. Он попадает в джакушку. Я могу их застанить, но, кажется, я не контролю здесь сейчас. Я тут повозками хорошо. Я решил, что можно его аванпост захватить. Он, как бы, без особой защиты. А деньги мне явно не помешают. Так как он мой сейчас забрал. И, да, Лин заултил. Но, увы, никто не сдох. И это печально. Пипец печально. Но ему ничего не светит тут. Да. Мои герои потащат. Все-таки, Двалин неплохо в этом матче себя показал. Конечно же, из-за того, что я был беден, я не мог его восстановить. Но, тем не менее. Двалин неплохо сработал. Я перехватил сигналку. Он перехватил. Или я не перехватил эту. Вот. Итого у него по-прежнему три сигналки. А какое-то время у него вообще было четыре. Печаль. Как он идет в атаку, у меня остается стан. Если, конечно, я его заюзаю. Да, я его пытаюсь заюзать. Но, увы, только часть войск попала под стан. Но тут ему ничего не светит. Повозки, конечно же, дают огромные преимущества. Плюс у меня и армия неплохая. И я тут пытаюсь сделать мастерские, чтобы атаковать его крепу. Вот тут будет перехват. Тут я начал немного харасить. У него слишком много зданий. С этим надо что-то делать. Вот. А он пробрался в мою эту точку. И даже бараки здесь поставил. То есть тут снова начинается духотень. А, это мой. Я повозки отправляю. Легко можно с этими челами разобраться. Вот. А здесь я себя не очень комфортно чувствую. По идее, у него же должны были откатиться. А, это я за ним смотрел. Да, у него все есть. Он может легко это убить. Я только понять не могу. А что, Торина потерял? Нет, а где Торин? А, вот он, Торин за флагом. Я использовал землетрясение, но та же судьба ждет меня. Вот. Он использовал землетрясение и орлов. Так что помянем Торина. Я поражал дубащит. Пытаюсь спасти его жизнь. У меня есть шахта. По идее, надо ее юзать. Но хватит ли мне на это мозгов? Другой вопрос. Ветеран еще догонит его кстану. У меня еще хилка есть. Не раз бар. Да, обосрался я. Две обилки было, чтобы его спасти. Но не смог. Так, ну, тем временем у меня две сигналки. И большие проблемы здесь. Я потерял кучу повозок, видимо, из-за того, что здесь проблемы были. Или наоборот, я контролил здесь, поэтому Торина не спас. В общем, я обосрался два раза, значит. Но я убил эти отряды хотя бы. Вот. И тут немного посражался. И пока что это все новости на сегодня. Чуть-чуть Эки восстановил. Тысяча на две тысячи по-прежнему. Но, правда, аванпост на меня работает. Вот. Так что у меня два аванпоста. У него один. И сейчас я захвачу этот. У меня будет три аванпоста. Так что, ну, неплохое количество ферм. Почему бы и нет? Это 10 ферм. Первого левела. Нормально. Очередной разрушитель. У меня, в принципе, есть войска. И крепость в состоянии задефать его, но медленно. Окей, задефу. Ой, блин, я устал это кометить. Вы не представляете, как я устал это тогда играть. Там будет еще один матч за гномов, который еще более длинный и душный. Там еще более жесткая макро был, чем здесь. Блин, макро за гномов. Какой же бред. Все. Я выдохся. Он тоже выдохся. У него ничего не происходит. Он строит войска, но... Так, типа, лениво. У него еще 25-ка есть. Денег мало. Интересно, если бы он не строил разрушители, ну, с другой стороны, он бы мне тогда не пронес так много эки. А, я высадку сделал сюда. Так как... Ну, короче, в этом нет особой мысли. Просто это единственная территория с его стороны, на которой у меня был обзор, так как аванпост мой. Вот. Поэтому я решил не рисковать, не лезть сюда. Почему бы не подкресить вот эту, если это можно называть подкресом. Вот. И высадил рабочих и начал делать тут заводы и фабрики. Ну, вы поняли. Он начал войска подводить туда, потому что это страшно. Три отряда ветеранов, как-никак. Так еще и десятый, и двалин. Так, дурин у меня там что-то без дела стоит. Что такое? У меня денег не осталось. У меня ноль денег, все потрачено. Ничего нет. Немного дейлов там, и все. Ну, этой... Этой пачкой маленькой он ничего не достигнет. Я тоже могу дейлов вызвать. Так что я тут не боюсь. И самое приятное, у него нет обзора. Он не знает, что здесь есть. То есть даже если он эту атаку отбивает, я потом снова смогу отсюда атаковать. А тут недалеко его крепость. Это очень приятно. Я начинаю наглеть, строю еще. Ухожу оттуда, потому что огненные стрелы это страшно. Попочка подгорает. И, по идее, я должен попытаться сейчас его забайтить. Если он не контролит, он может не заметить, что я заулчу. Да-да-да-да-да. Он заметил. Он заметил. Я развернулся обратно. Но, тем не менее, я ветеранами сношу. Как можно дальше его увожу отсюда. Так, видите. Он видит. Но он почти ничего не видит. Аванфос не дает обзора. Он знает, что у меня тут шахта. Это не так важно. И он видит еще одну шахту. Это тоже не так важно. Это можно игнорить. Гномы, они и так везде могут вылезать из шахт. Так что пофигу. Но это я так... Типа, это я... Пародирую его ход мысли. Я бы так же думал. Все, я все-таки смог убить его. Он где-то контролит в другой точке. Он притащил две катапульты. Интересно. Да, отсюда катапультами решил, как ветер. Снести креп и еще одна катапульта. Я расслабился. Повозок еще настроил. Но в целом я отбил вот эту его попытку задефаться. И что самое главное, продолжаю ветеранами ему все сносить. Это его очень бесит. И это его очень пугает. Потому что пропустишь ветеранов, они крепу снесут. Вот. Но я пока не рискую идти сюда. Я хочу как можно больше здесь зданий снести, чтобы эту точку обезопасить. Потому что он задрал постоянно ее сносить. А на базе у меня большие проблемы. Но я воскрешал Торина ранее. И мне повезло с его помощью задефать. То есть он мог потенциально снести крепу, если бы я больше денег вложил сюда. Вот. Тем временем я разрушителями делаю то же самое, что он делал ранее мне. Перехватывал он пост. Но у него очень много войск. И копейщики разрушителя разберут. Очень быстро. Я перехватил сигналку. Но он перехватил эту сигналку. И у нас снова поровну. Но в принципе, если поровну, то можно не париться. Главное, чтобы у противника не было три. Иначе будут большие проблемы. Я вызываю орлов. Тут всего два отряда лукарей. То есть я в принципе не могу с ними разобраться. Но я так думал. А на деле я потерял своих орлов. Больше у меня ничего нет. У него почти есть орлы и все. Вот. Но опять-таки, пока он разбирается с этим всем. Мои ветераны продолжают харас. Тут можно заультить. И... А, нет. Я решил это. Не, по идее тут надо было ультить. Чтобы быстрее поместить здание. Но в любом случае. Бараки, которые я очень давно уже пытался снести. Убиты. Тут я небольшую пачку отправил сносить здание. Вот. И у него большие проблемы. Он не может пешие подкрепления строить. То есть он не будет строить дейлов из таверн. Потому что у него нет копейщиков. У меня куча повозок. А, ну, ладно. У него есть эти копейщики. Но не важно. Разрушители подъехали под его крепу. И это... ВГ. Нет? Ну, почти. Ладно. Ну, можно я помечтаю немного? Я хочу выиграть. Я столько матчей до этого слил. Вот особенно позорный слив за Эмлу. Которую я должен был выигрывать. Мне очень обидно. Поэтому мне нужна победа. Так. Тут есть подкрепы у меня. Ёж снова тащит катапульты. Я тут Гендерфа призвал. И понемногу отбиваю. Особо ничего не добился здесь. Новые разрушители построены. Ну, все. У меня тут больше нет войск. Я неплохо выиграл время. Без бараков. Он, ну, не так много войск построит хотя бы. И посмотрите на его Эко. Если это она... Да. То есть она хотя бы уже не 2000. Это тоже супер приятно. А у меня Эко 1350. То есть у меня Эко хотя бы не меньше 1000. Это тоже очень приятно. Надо бы это перехватить. Так. Он использовал землетрясение. И... А, она просто покоцана была. Он пытается добить крепу. Очень мало здоровья остается у крепости. Но эта катапульта не сможет стрельнуть. Ну, это... Это прям страшно. Я начал рабочих строить для починки. У меня мало рабочих. Ну, то есть тут есть. Или были. Или я их высадил. Погодите-ка. Походу, я рабочих потерял. Так, разрушители идут. Я вряд ли буду крепу крысить. Надо вот это сносить уже. И он сдается. Все. Домучил все-таки его. Ну, что ж. Я знаю, что вы уже написали или собираетесь писать в комментариях. Я игнорирую все эти подъебы. Но спасибо, что посмотрели. Спасибо всем, кто поставил лайк. Чао, какао.